География Лискова требует большего исследования, согласитесь. Вот у меня есть книга Анатолия Географии Катарина, которая будет написать о Николе Лискове, серьезное, такое географическое произведение, которое бы открыло его судьбу, человеку, который все время находится в местах затененном. Это было бы важное значение. Спасибо за премию. Знаешь, премия всегда приятно получает, но всегда это еще и такой стимул для того, чтобы писать дальше. Спасибо. Слово, эти мои стороны сказаны исключательнее, поэтому, наверное, однажды появится в разуме снятия книга Слава Сиденовича Исполи, которая напишет в 12-й год. Я объявляю лауреата 2-й креминг номинации художественного проза Лучшку Ильину Сергеевну. И для представления лауреата приглашаю на сцену Казинова, на что бы здесь не было слова. Заместитель, рекламного редактора, журнала Нашего времени. Мне представляется символично, что Елена Тулушева получает премию сразу после Сергея Шургунова. Поколение Шургунова сейчас на пике развития, а за ним след в след идет поколение 30-летних, которое так ярко и обаятельно представляет Елена Тулушева. Она депетировала 5 лет назад, а сегодня литературная газета уже называет ее среди известных писателей. За 5 лет Елена опубликовала 3 книги и напечатала десятки рассказов в лучших журналах страны, от нашего современника до нового мира. Каждая ее книга получала премию. На каждую книгу откликались рецензенты. Елене писали, Михаил Тарковский, Роман Сенчин, Валентин Курбатов, Сергей Есен, Андрей Рудалев. Ее произведения переведены на немецкий, итальянский, китайский, арабский и другие языки. А в Минске вышла книга переводов ее рассказов на белорусский. В чем причина такого успеха? Ну, прежде всего, в секретаре, на обозначенной гражданской позиции. Елена Кулушева много лет работала в Центре помощи неблагополучным подросткам. И во многом стремление привлечь внимание к их судьбам, к их проблемам, и побудила ее писать. Но интересные и привлекательные, и собственно художественные достоинства ее прозы. Это продуманность композиции, свободная от всего лишнего. Это драматичность сюжета, это динамичные диалоги, это выразительные детали. И особо отмечу своеобразная манера повествования, которую я бы назвал ненаходимостью автора. В отличие от многих своих следственников, которые очень любят потанцеваться в Тепске, «Поглядите, какой я талантливый, какой я гуманливый» и так далее. Елена устраняется из текста, и все внимание читателя привлекает героям и их проблемам. Это дает большой художественный эффект. Представление закончу словами романа Сенчина. Елена Тулушева пишет жесткую прозу, и в то же время это тонкая, истинно художественная фроза. Она не играет словами, смыслами, не играет в литературу. Она ее создает. Поздравляю! Елена! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Она в лево, в лево. Она в лево. Я сам устранилась. Спасибо большое. Текст я действительно сам устраняюся. Надеюсь, что здесь были более заметны. Спасибо. Я очень тронута. Мне очень приятно, действительно, мой литературный путь достаточно был коротким пока что. И мне очень приятно, что те темы, которые я касаюсь, они не отвлекаются в сердцах читателей, отвлекаются, наверное, в сердцах лури, потому что хочется, чтобы об этом говорили. И на самом деле дети, это просто дети, подростки, это просто одна ниша, на самом деле, по большому счёту, это, что они хватают к любви. Мы не в манере женской прозы, мужчины и женщины, а в глобальном понимании слова «любовь», то сопереживание, эмфатия, мне кажется, что это очень значимая тема. Спасибо, надеюсь, что я достойный представитель нашего поколения, когда-нибудь мы тоже станем хотя бы приблизительно так известны, как поколение Романа Сенчина и Захара Кирилова. Спасибо большое. Дорогие друзья, прежде чем вручить диплом по поэзии, я предлагаю сейчас вспомнить о поэзии Глебе Ярковича Горбовского, которого сегодня от Федерска в Гутербурге, которого похоронили сегодня. Это прекрасный, выдающийся русский поэт. ПОЭЗИЛЬНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...